Всем привет дорогие друзья, с вами я Антон Чейс и в последнее время большинство российских спортивных СМИ говорят о Курбане Бердыеве как о тренере сборной России, что это уже практически свершившийся факт. Лично я к этому отношусь довольно скептично, более подробно я об этом говорил в одном из своих последних видео, где я всех возможных кандидатов ставил тренером сборной России и мы смотрели, что у них там получилось на Евро 2020, там были все от Карпина до Иохима Лёва. Но вкратце я бы хотел видеть за рулем сборной России более молодого, более современного специалиста, но с другой стороны Курбан Бердыев зарекомендовал себя как тренер, который может добиться отличного результата с довольно посредственными футболистами. А уж наш, наш футбол, футбол России полон посредственных футболистов и поэтому разгуляться Курбан Бекевичу будет где, друзья. Сегодня мы посмотрим, как он себя проявит на чемпионате мира 2002, попадет ли он вообще туда. В общем, друзья, эксперимент связанный с Курбаном Бердыевым, приятного просмотра, лайки, комментарии, колокольчики, подписки, приветствуйте. Друзья, скажу честно, я просто обожаю футбольные видосы, неважно, что это, новостное видео, какая-нибудь история рассказывается, футбольный или футбольный топ. Я люблю такие видосы, потому что я под них уже несколько лет ем. Просто у меня уже не вырабатывается слюна в организме, если я не вижу перед собой новые видосы от какого-нибудь там Мяч Продакшн, Портье Драгба, Голнет, хотя Голнет прикрыли. Ну, в общем, классный контент, такой я уважаю, и сегодня я вам расскажу о еще одном, не особо пока известном канале, но реально годнота. Сегодня я вам рекомендую канал Финфокс. Парень делает новостной контент, разбавляя его всевозможными топами и другими рубриками по типу биографии футболистов и разбор наших парней, выступающих вне России. И как раз на днях у него вышел большой ролик про выступления российских футболистов за рубежом в сезоне 2021. Как он говорит сам, ему не хватает мотивации в виде просмотров и подписчиков, чтобы чаще выпускать свои годные ролики. Так что, друзья, давайте посмотрим его видос. Я уже заценил, реально качественно сделано, интересно и к тому же довольно редкий контент, друзья. Поэтому смотрим, ссылочку я оставлю в описании, в общем, посмотрите. Итак, в игре июль месяц, евро прошло. Сейчас мы пойдем посмотрим, как там себя проявил Черчесов. Ну, это, в принципе, уже не сильно важно, но... А вдруг он хорош? Я не знаю просто. Я промотал, не смотрел результаты. Вдруг он хорош и увольнять его будет, как бы, зря. Давайте проверим. Хотя, господи, какую чушь я несу. Я, наверное, тысячу раз промо... Он уже безработный. Блин, нифига себе, сколько разных команд или стадионов, в названии которых фигурирует слово церковь. Смотрите. Церковь... Пенис-камень? Короче, церковная дорога. Старая церковь. Церковная дорога. Церковная дорога. Церковная... Линь? Церковная улица. Ну и так далее. Нас. Хотя, что там еще интересно? Церковный вид. Блин, прикольно. Окей. Черчесов, как же так, братиш? Как же я так... Ну, видно, что стало еще более недовольным его лицо. Но давайте посмотрим, как себя сборная России проявила на Евро. Да. Здесь другая группа была. Я не ставил мод на реальное Евро. Потому что из-за него... Не знаю, как там у вас, где-то еще. Но лично у меня почему-то ломался чемпионат мира. То есть, Евро было реальным, с реальными группами. Но все остальное работало почему-то через одно место. Поэтому, друзья... Вот так. Здесь еще и другая группа к отборам чемпионата мира. Но она хотя бы есть. Потому что в том моде просто чемпионат мира был вычеркнут. Как будто бы из вселенной. Вот, пожалуйста, вот тот самый мод. Чтобы вы не думали, что я там как-то обманываю и так далее. Или что-то мне было лень. Нет, смотрите. Я просто ввожу даже в World Cup. В поиск этого турнира. Просто нет! То есть, есть молодежный World Cup и так далее. Можно посмотреть вот так вот. Допустите, международные турниры. Здесь нет. Олимпийские игры и так далее. То есть, просто нет. Нет. Нет, нет, нет. Мы возвращаемся к, так сказать, главному действующему лицу сегодняшнего видео. Курбан Бекевич Бердыев. И назначаем его тренером сборной России. Да, друзья, все просто. Раз, два, три. Готово. Смотрите, насколько FM реалистичен. То есть, большинство реально считает, что Бердыев это то, что нужно сборной России. Если смотреть мнение людей во всех спортивных, так сказать, ресурсах. Даже пабликах ВКонтакте на талант. Там мы не будем раздевать. Короче, там всякие спортсру и так далее. Все, ну, не все большинство говорит, что да, Бердыев это тот самый мужчина, который тот самый, так сказать, аксакал. Это подходящее слово. Я, по-моему, аксакал, это просто, типа, как бы, ну, старец на языке азиатских стран бывшего СССР. Ну, короче, Бердыев это вот, процитирую, FM тот специалист, который способен привести сборную к успеху на предстоящем World Cup. Ну, что ж, друзья, давайте посмотрим на это. Сразу говорю, что если вдруг во время промотки от этого момента до Чемпионата мира его уволят, то его уволят. Я не буду его возвращать в сборную. Да, фраза звучит довольно по-кличковски, но, чуваки, как говорил Иван Драго про Аполло Крида, если он умрет, он умрет. Ну, вряд ли из вас много кто смотрел Рокки 4, но, тем не менее, друзья, кто понял, тот понял. Короче, все, мотаем и смотрим, что получилось из этого. Да, какая у нас группа отборов к Чемпионату мира. Франция, Турция, Венгрия, Фареры. Мы занимаем второе место после двух туров. В принципе, все неплохо у Курбана Бердыева. Все в руках его, то есть, там всегда есть четки, теперь там еще и сборная России. Надеюсь, он сделает сборную России четкой. Вот такая вот игра слов. Итак, друзья, на календаре декабря 2022 года, ровно 10 лет после конца света, который мы так долго ждали в 2012-м, Курбан Бердыев по-прежнему тренирует сборную России. И, возможно, возможно, он чего-то с ней и добился. Миранчук в Бордо. Головин в Атлетику. И Девеев в Эвертоне. Ничего себе. Но нас это не особо интересует. Смотрим, как сборная России играла при Курбан Гич. Так, ну, мы, получается, берем отсчет от матча со сборной Франции. То есть, сразу же не стали с ним сюсюкаться. Сразу серьезный матч. И поражение. Потом матч с Венгрией. Победа. И, знаете, я так смотрю на эти очки. Ничья с Турцией и поражение от Турции. Что-то мне подсказывает, что там писали в СМИ то, что, типа, это тот самый кандидат в World Cup 2022. Мне кажется, мы ни хера туда не попали. Давайте проверим. После этого в поезде, в вагоне начался сущий кошмар. А вот если бы, если бы не проиграли бы Турции хотя бы, да, получается, у них было бы на 2 очка. На 3 очка меньше. У нас надо было бы... И все, мы бы вышли. Да, это поражение Турции было просто критичным. Да и ничейка тоже. Да, в общем, сами, как обычно, себе просрали. Ну, как... Я думаю, что в интервью они сказали что-нибудь, типа, ха, нас Турция, в принципе, ничем не удивила. Мы сами себе проиграли. Но, по факту, проиграли-то сборные Турции, получается, где этот матч был. Вот он. Ну, хотя, как все начиналось, друзья, да, Дзюба на первой же секунде. С пенальти. 1-0. Но потом НС Анал. 2-0 нам забивал. И это печально. Тем не менее, друзья, что, видос будет слишком коротким. Давайте посмотрим, как там чемпионат мира был тогда уж сыгран. Вот еще один аргумент, друзья, в пользу того, что мои эксперименты самые честные. Я бы мог бы там подкрутить, подпереиграть и так далее, чтобы Курбан Бердыев поехал со сборной России на чемпионат мира. Но нет, у меня все реально. В принципе, учитывая все расклады, мы и реально можем не поехать на чемпионат мира. Да, вполне можем не поехать. И вот он, чемпионат 2022 года. Да, смотрим, здесь же получается 32 команды. А какой он будет в реальности? Да неважно, я не особо помню. Короче, групповой этап, друзья, из сильных команд, кто отлетел? Хорватия, Сербия, Уругвай. Последнее место в группе с Буркина-Фасо, Мексикой и Польшей. Что? 2-0 от Буркина-Фасо. Швейцария, третье место, например. Франция. Ну, это, друзья, вновь очередная шикарная, суперреалистичная тема от FM. Все мы знаем проклятие чемпиона, то, что чемпион мира уже несколько лет подряд просто не выходит из группы. По-моему, с 2002 года, как раз таки, Франция, потом кто? Нет, Бразилия выходила из группы. Короче, ну, в общем, такая тема есть, и здесь она тоже продолжилась. Южная Корея попала в довольно сложную группу, поэтому не стоит говорить о них как о неудачниках. Сборная Сенегала могла, наверное, добиться большего в такой группе, пободаться со сборной Австрии, но не получилось. Зато бедный Катар 0-19. 0-19? 0-10? 0-3? 0-6? Интересно, были более слабые выступления в истории чемпионатов мира. Итак, друзья, стадия 1-8. Здесь Бельгия в невероятном матче от сборной Швеции. Отлетела, например, Аргентина, не прошла Испанию, поэтому Лео Месси, походу, закончит карьеру без звания чемпиона мира. А вот Криштиану Роналду, друзья, шагает аж в полуфинал, хотя, возможно, он даже за сборную здесь не играет. Давайте проверим. Нет, он в сборной. Опять, я ничего не переигрывал и так далее. Все честно. Если Португалия станет чемпионом, значит она станет чемпионом. Все, вновь очередная Иван Драговская цитатка. Португалия не станет чемпионом, потому что отлетает от Голландии 0-2. И Швеция в финале, лол. Португалия в итоге берет бронзу, ну а чемпионом мира, друзья, становится барабанная дробь. Ну, в принципе, Голландия-Швеция. С другой стороны, как хороши были шведы. Голландия, друзья, чемпион мира. Тут тотальная игровая доминация, хотя по голам, по минутам, забитых на которых, блядь, по минутам, на которых были забиты голы, в принципе, как будто бы была интрига. Но по игре ее просто не было и рядом, и впервые в истории Голландия становится чемпионом мира. Дорогие друзья, они, по-моему, раза два прикроют в финаловых... А, еще же, и, конечно же, 2010 год, не забываем. И вот, наконец-то, это свершилось. Бааду и Ламмерс. Кто эти парни, я не совсем аж... Нет, ну Бааду, я знаю, Ламмерс. Кто это? Ну, в общем, молодой человек, чемпион... Как кто это? Это чемпион мира, друзья. Курбан Бердеев получается как? Так что, получается, провалился со сборной России. Получается, в этой вселенной игровой я был прав, когда говорил, что я бы хотел какого-нибудь ТДС. Да, почему бы нет? Но, в любом случае, Бердеев-то лучше, чем всякие Карпина и Симаки. Поэтому, если он в реальной жизни возглавит Россию, нашу сборную, это будет интересно, в любом случае. А еще, значит, что будет интересно, сегодняшний стрим, да, чуваки? Как обычно, стрим через час-полтора после выхода видоса. Ссылочка на мой твич канал в описании. В общем, жду вас там. Увидимся на стриме и в следующем видео. До скорых встреч. Всем пока.